Музыка Невозможно переступить через кровь и остаться живым, духовно или телесно. И поныне несчастная мать, не ставшая матерью, свершая убийство утробного младенца, свершает одновременно и самоубийство. Музыка становится в единый ряд с теми жестокими римскими воинами, которые забыли, что были рождены матерью, и которые по заказу кровожадного Ирода избивали вифлеемских младенцев. Этот фильм является одним из тех воплей о милосердии, сострадании, человеколюбии, которые должны услышать те, кто еще не стали матерью и не свершили самого ужасного греха это убийство. Музыка 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 Сегодня началась моя жизнь. Музыка Хотя мои родители пока об этом не знают. Я мальчик, у меня будут светлые волосы и голубые глаза. Все уже определено. Мой тон голоса, теку кожи, отпечатки пальцев, будущее здоровье и характер. И даже то, что я буду любить музыку и цветы. Музыка 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аборт есть путь к уничтожению России. И это в момент, когда она претерпевает демографическую катастрофу. В ближайшее время наступит такой критический предел восполнения естественной убыли населения, что возникнет этническая деградация, то есть вырождение нации, когда уже не будет способа повысить уровень рождаемости. В начале 21 века русских может остаться всего 20 миллионов человек. А это примерно то количество, которым исчисляются наши потери в Великой Отечественной войне. Да нам никакой войны не нужно, чтобы исчезнуть навсегда. Наши дети, внуки станут национальным лишенством в собственной стране, и их просто нечем будет кормить. Я уже умею открывать рот, через год научусь смеяться, а потом говорить. Я знаю, моим первым словом будет «мама». Продолжение следует... Врачи утверждают, что это узаконенное государством действие, и они не могут его опротестовать. Врач выполняет следы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Призывающий одуматься, осмыслить, остановиться, опротестовать бессердечие. Ребенок еще не родился, но уже является помехой. Он уже претендует на жилплощадь, еду, одежду, свободное время родителей. Он оказывается причиной возможных неудач в достижении карьеры, получении образования. Он нарушитель всех планов и упорядоченного течения жизни. Нет, проще завести собаку. Гуляющих со своими четвероногими питомцами стало заметно больше, чем с детскими колясками. А сколько умиления в голосе при виде породистого пса, и сколько безразличия к рядом же стоящему ребенку. Что это? Очерствение душ? Или новая жизненная философия человека разумного? Однако неразумные животные ведут себя благоразумнее. Да, в животном мире убийства вещь распространенная, но там убивают не себе подобных. Звери своих детенышей оберегают, люди уничтожают. Таким образом, аборт – это нарушение заповедей любви. Бездуховность общества угрожающе растет. Я каждый день понемногу расту. Мои руки и ноги начинают вынимать форму. Я хочу быть похожа на маму. Она у меня очень красивая. Каждая клеточка зародыш – это уникальный, неповторимый человек. Другого такого еще не было в мировой истории и никогда не будет. Сегодня церковью и мировой наукой признано, что жизнь человека начинается тотчас после зачатия. То есть, идя на аборт, женщина должна знать, что собственноручно, а точнее, изъявлением собственной воли, уничтожает не продукт нежелательной беременности, не кусочек мяса, а живого человека, имеющего на момент плода изгнания сформировавшуюся человеческую душу. Мы осуждаем женщину за убийство уже рожденного младенца. Мы при этом сочувствуем той, находящейся в медицинской палате, выбросившей свое дитя, пусть и чужими руками. В первом случае мать попадает в тюрьму, во втором получает оплачиванный больничный. Когда пришел первый опыт? Первый опыт сексуальной жизни. Когда вы это узнали на практике? А когда ушла замуж? А замуж когда вышла? На сколько лет? Семеннадцати еще не было. Еще не было семнадцати? А почему так рано? Боялась, что мы возьмут. Пока берут. Пока берут. Сложилась ли я? Ну, мы прожились на полтора года. Потом разрушилась. Дети остались? Да, мальчику четыре года. Не первая была, по всей разности, да? Нет, не первая. Третья. Ты должен нести ответственность на то, что произошло с женщиной. Мужчина или сама женщина. Или, может быть, даже в обществе. Я думаю, что сама женщина. Мужчина, хоть что-то, кроме того, что он использует себя в качестве партнера, он должен предпринимать? Должен. Мне кажется, должен. В основном, женщина должна. Ну, вот сейчас у нас это произошло, аборт. Вы как пришли к этому решению? У вас не было хотя бы малейшей мысли о том, чтобы оставить ребенка? Если только совсем чуть-чуть. Если чуть-чуть. Ну, а что заставила даже вот это чуть-чуть погасить в себе? Во-первых, я бы не покормила бы его. У меня и так один ребенок есть. Я бы не справилась просто со вторым. А как вы считаете, аборт это преступление или нет? Для женщины, в первую очередь. Я думаю, что да. И все равно вот женщины идут на это. Почему? Не знаю, нету выбора, наверное. Потому что они малограмотны в этом вопросе? Наверное. А вот ваша мама вам рассказывала о своем опыте? Как у нее все это в жизни происходило? Вы с ней на эту тему разговаривали когда-нибудь? Нет, мы с ней так не разговариваем. Я боюсь, но это в тему с ней разговаривать. Вот у вас сейчас произошло прерывание беременности на сроке какого? 22 недели. 22 недели, да? То есть там уже сформировавшийся человечек лежит. Вы уже знаете, что там у него сердцебиение, что он двигает ручками, ножками, чтобы бровя, даже шевелился, да? Вот. Вам не интересно было, какое, что это за человек? Не жалко было вот это? Жалко было. Очень жалко. Хочу поделать. Если был бы муж, то оставил бы, конечно. А так, у меня сразу первая мысль на аборт. Ваш партнер знает о том, что произошло? Да, знает. Как он когда-то может нестся? 200 тысяч, да, и все, грусть, иди на аборт. Даже не пришел, не узнал, как, чего, даже не знает, что у меня операцию делала. Такое сложно. И Ваши отношения даже продолжатся после того, что произошло? Нет. Если ребенок начинается в таких случайных каких-то связях, то, естественно, у него остается приговор, он приговорен. Да, приговорен, конечно. С младенцем, которому всего-то несколько недель, очень легко справиться. Он даже не вскрикнет, не скажет ничего, ручками не помашет. Я уже отвечаю движениями на любое прикосновение. И моя мама пока не чувствует это. У меня формируются пальчики. Смешно, какие они маленькие. Но я уже могу кладить и мамины волосы. Ребенка разрывают на куски. Зажигают заживо концентрированным соляным раствором. Расчиняют на части стальным петлеобразным ножом. Детей сжигают, как мусор, и отправляют в преисподнюю по системе канализации. И все это по желанию родителей. Бред? Кошмар? Нет. Это называется абортом. А что при этом испытывает плод? Какую адскую боль терпит? Все концентрационные лагеря вместе взяты и не способны на такое кощунство. Способы планирования семьи всего два. Аборт и контрацепция. Контрацептивы также представляют собой абортильные средства. При их использовании происходит убийство уже зачатого младенца. Например, внутриматочная спираль разрывает тело ребенка на части. Таким образом, вводя женщину в заблуждение. И она, возможно, даже не подозревает, что за те пять лет, пока спираль находилась в ее организме, она сделала около 30 самопроизвольных абортах. Контрацепция, включающая в себя гормоны, стерилизацию, презерватизацию, сама по себе является насилием на человеческой природе и служит только славдострастью. И поэтому не может быть благословляема церковью. Это, безусловно, что это грех. Ну, вообще, ну, просто здравая смазь. Ведь наше тело устроено таким образом, чтобы оно производило нас в себе подобное. Все этому, как бы, посвящено. Вот. А если человек от этого предохраняется, значит, он реализует функцию, а результата нет. Но разве есть извращение нашей природы, созданной Богом? Конечно, поэтому и церковь естественно считает это извращением. Но это таким и является. Другое дело, что человеку не нравится, когда ему говорят, что то, что ты делаешь, это извращение. Поэтому нужно опять это все обложить такой словесной межурой. Опять, у нас это удобно, можно, так сказать, говорить по латыни, и контрацепция, и уже звучит, это вроде как полтергейст, и вроде как-то что-то научное такое. А на самом деле это все остается тем же самым. Ну, представь себе. Человек перевязывает себе пищевод, допустим, и начинает кормить себя через еще что-нибудь. Ну, разве это не извращение? Вот действует то же самое. Между тем, аборт и контрацепция – это колоссальные статьи дохода для медицины. И потому опасность любого метода вполне логично может быть оспорена докторами. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу здесь, под ее сердцем. Как она, наверное, счастлива. Вместе с убийством родной кровенки рождается не только целый букет заболеваний, наступает паралич души. Что происходит с параличным человеком? У него теплая рука и теплая нога, но он уже больше ею не владеет. Он потерял возможность по своему желанию двигать руками и ногами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но именно вследствие абортов рождается большое количество недоношенных и больных детей. Кто, идя на аборт, думает, что следующий ребенок, если он родится, всю жизнь будет платить за мамин грех? Супруги, не соблюдающие чистоты в своих взаимных отношениях, наказываются тем, что рождающиеся от них дети представляют собой организмы слабые, хилые, легко подвергающиеся различным заболеваниям, склонные ко всяким слабостям и порокам, которые передаются им по наследству. Может ли быть для родителей наказание более тяжкое, чем то, когда они видят, что рожденные ими дети физически порочны? Беззащитные младенцы умирают в тихом крике агонии, безмолвно раскрыв ротик. Но их никто не слышит. Мой пальчик все время тем порокам, а глаза шумутся, если мама включает яркий свет. У меня растут волосы, они гладкие, как у мамы, и светлые, как у папы. Я научился щелкать детков. А мой кулачок такой крепкий, что я могу ухватиться за мамин нос. Кулачок такой крепкий, что я могу ухватиться за мамин нос. Кулачок такой крепкий, что я могу ухватиться за мамин нос. Кулачок такой крепкий, что я могу ухватиться за мамин нос. Господь установил брак для увеличения человеческого рода, а не ради удовлетворения страстей распутного человека, не ради чувственного наслаждения. Как и тысячу лет назад, церковь проповедует христианский подвиг, самопожертвование, целомудрие, христианский брак, православный взгляд на семью и воспитание детей. Мы встречаем укрепившееся мнение о том, что плохо иметь несколько детей. Я имею шестерых и встречаю постоянно насмешки и колкости. Ни счета. Какие еще аргументы? Делать нечего. Ненормальное. Вы не сможете дать своим детям образование, воспитание. Я же не могу оправдываться. Я могу только сказать одно. Я не думаю, что и вы сможете дать образование и воспитание тем, кого вы убили в своем члене. Предпочтительным методом является воздержание от чувственных сношений. Оно сохраняет здоровье человека и удлиняет дни его жизни. И, возможно, это действительно гражданский и христианский подвиг, при том обилие порнографической и эротической продукции во всех средствах массовой информации и даже сексуальном просвещении в российских школах. Духовный уровень нашей страны беспощадно падает, а совесть честного христианина не может молчать в виде происходящего. Я уже немного вижу, умею дышать, и как пловец, свободно перевещаюсь моей мамой в животе. Поскорей бы мне увидеть маму, солнце, цветы и море. Я ведь люблю плавать. Я знаю, что мир вокруг прекрасный и добрый. Под прикрытием соблюдения прав человека власть разрешила делать черное дело. Царь иудейский Ирод два тысячелетия назад сделался символом вопиющего бездушия и жестокости. 14 тысяч невинных младенцев по его повелению были убиты, пострадав во имя Христа. Россияне сегодня убивают 13 тысяч ежедневно. У него был всего один такой день в жизни. У нас каждый день. Святая Русь превратилась в странную убийцу. Создается впечатление, что мы стали жертвами выполнения политического заказа на снижение численности на цене. Любая нация, организация или индивидуум, применяющие подобные меры, в том числе и рассчитанные на предотвращение деторождения, виновным в геноциде по международному законодательству. Согласно конверции, любое индивидуальное участие в такого рода действиях рассматривается как преступление против человечества. Даже если подобные действия легальны в той или иной стране. Любой человек, любой человек, соучаствующий в подобной деятельности, может быть обвинен в геноциде. Материальное благополучие не может быть построено на крови. Не омрачайте свою совесть. Не берите на свою душу такого греха. Не считайте себя вправе распоряжаться чужой жизнью. Осознав сами, постарайтесь достучаться до каждого сердца в надежде быть услышанными. Интересно, слышит ли мама стук моего сердца? Оно бьется так ровно, а я уже все слышу. А если очень громко, то прикрываю уши руками. Мне тоже, мамочка, нравится твоя любимая кустка. Я расскажу, когда вырасту, обо всем, что мы делали с тобой вместе. Не сомневайся, мама, у тебя будет хороший и достойный сын. В России миллионы супружеских пар годами стоят в очереди на усыновления. При этом желающих избавиться от нежелательной беременности в десятки раз больше. Что это? Вскудение любви и жалости? Бессердечность людская? Безмолвный крик стоит над Россией. Мы превратились в нацию дет-убийц, пытаясь построить благополучие на крови своих детей. Неужели мы сами решили осуществить неудавшийся замысел Гитлера, основной постулат теории которого гласит, есть много путей систематических и безболезненных, чтобы заставить нежелательные расы вымереть. Биологическая плодовитость региона должна быть подавлена поощрением разврата, абортов, контрацепции. Убийство есть прообраз войны. На малыша ополчились, нацелились и убили. Убили. Все маленькие, чтобы защита. На него нацелились инструментами. На него нацелились оправданиями. На него нацелились теориями и мировоззрениями. И справились так с ним. Справились. Победили его, такого маленького и беспощного. И душа матери после этой катастрофы она способна на все. Она способна на любую одному. На любую жестокость. У нас еще есть возможность искреннего покаяния. Представь заправить, гласит. Не убей. Этому греху нет оправдания. Сегодня моя мама меня убила. 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 Ах, какой выдался день и солнце щекочет глаза. Жаль, никогда не придется мне вашего видеть лица. Тепло ваших рук Улыбки на свет Странно, но вроде есть Но для нас уже нет Да, вы чудная женщина И я вас почти влюблю Я бы назвал вас Прекраснейшим именем Мама, не надо, хотя на сегодня Не перерывайте мой сон А завтра я за мой дом Что теперь, если надо? К вашей руке Прикоснуться щекой Крикнуть, да так, чтобы все удивились Я слишком мал Быть хороменом здесь под сосной Слишком велик, чтобы вы обо мне позабыли Вот и все И над голову это уже не наденешь картуз Боль, но это проведет Я вас совсем не виню Я джентльмер Еще я совсем карапуз А песня мне грустная Просто я так пою И в правду наш Господь есть любовь И потому Господь Говорит Я тебя выведу Из твоего падения Я даже Не вспомню То, что ты сделал Только дай мне свою руку Приходит время Когда каждый Обязательно задает себе вопрос Что такое жизнь? Для чего я живу на этой земле? Смогу ли я пройти путь Данный мне Богом? Да У каждого впереди Есть свет надежды Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому